Вы смотрите актуальное интервью в студии Сергей Мехедов. Здравствуйте! В декабре этого года Билайн празднует 15-летие с момента запуска сети в республике Сахай-Якутия. Поговорим о деятельности сотового оператора в регионе. Гость студии Вадим Пеньков, директор якутского отделения компании Билайн. Вадим Юрьевич, здравствуйте! Здравствуйте! Как, на Ваш взгляд, изменилась за это время, за эти 15 лет, компания и сотовая связь, в частности? Мне кажется, что за 15 лет назад мы даже представить и близко не могли, какой объем трафика ежедневно будут пропускать наши базовые станции. С появлением мобильного интернета, в частности развития 4G и каждодневного, посеместного, используя смартфонов, жизнь наша, наверное, преобразилась до неузнаваемости. Мы теперь с легкостью находим любую информацию, мы теперь можем решать любые вопросы финансовые, бытовые, вопросы, связанные с образованием, с медициной. И это очень внесло в нашу жизнь большие изменения. Кроме того, изменились и взаимоотношения среди людей. То есть мы провели недавно опрос, и, как показало, каждый второй подтвердил, что с появлением мессенджеров они стали чаще общаться со своими близкими и родными, что, наверное, не может радовать. Билайн, в свою очередь, активно развивается, идет в ногу со временем, всем этим тенденциям, и предлагает те решения для своих абонентов, которые позволяют абонентам с комфортом использовать все эти действия. В октябре российский менеджмент в МПЛКОМ закрыл сделку по выкупу компании у Нидерландска Вион. Расскажите, что это за процесс, для чего и как он отразится на клиентах, в частности в Якутии, конечно. Билайн всегда был российской компанией, но из-за того, что акционерами компании являлся иностранный холдинг, на компанию были наложены различные регуляторные ограничения. Эти ограничения, например, в части госзакупок, ставили компанию в немного невыгодное положение перед другими игроками российского телеком рынка. После того, как сделка состоялась недавно, компания перешла под управление российскому топ-менеджменту. Все эти ограничения были сняты, мы приобрели самостоятельность. Это, в первую очередь, позволяет нам участвовать в большем количестве проектов, позволяет нам быть более открытыми каким-то новым партнерством в этом плане. Что касается влияния на абонентов, то здесь стратегия компании остается неизменной. Всегда в центре бизнеса компании остаются наши абоненты, остается непрерывно качественный сервис. Что касается ограничений, как развивается компания в условиях санкций, если какие-то проблемы с оборудованием, удается ли их решить? Мы прикладываем все усилия для того, чтобы развитие компании не остановилось. И, как показывает статистика, мы не останавливаемся. Мы продолжаем также улучшать качество своего сервиса. Мы стараемся также модернизировать те населенные пункты, которые на сегодняшний момент пока еще не доступны. Современные технологии, имея в виду, в первую очередь, технологию 4G. Я считаю, что благодаря слаженной работе нашей команды нам это удается делать с достаточно хорошим успехом. И, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить свою команду за тот вклад, который мы делаем в развитии телекома в принципе в республике. И благодаря их профессионализму, слаженной работе, несмотря на все вот эти санкции с поставками оборудования, помноженное на непростой наш регион в том плане, что транспортная логистика, сложные погодные условия, нам удается выполнять все планы, даже те амбиции, которые мы сами перед собой ставим, те инвестиции, которые выделяет компания в регион, мы их оправдываем. И, как показал опыт, я уверен, что с любыми сложностями мы способны справляться и в будущем будем так же расти. Ну вот о коротком отрезке поговорим. 2023 год подходит к концу. Вот какие технические задачи решали ваши специалисты в этом году? Ну, в 2023 году мы провели достаточно масштабную работу, несмотря на все, что я сказал выше. Мы, в первую очередь, расширили каналы связи. Там, где мы видели или прогнозировали перегрузки, это и Намское направление, это Вилюйская группа УЛУСов, это и Заречья. Также работаем над полноценным резервом магистральной сети, что немаловажно для нашего региона. Также мы разгрузили свою сеть в столице, в нашей столице, в ее пригородах. Провели оптимизацию параметров сети, так называемый рефарминг. Это когда высвобождаются частоты, которые ранее использовались под голосовую связь, под развитие мобильного интернета четвертого поколения. Для наглядности, наверное, это можно сравнить с расширением дороги. То есть была двухполосная дорога, стало скоростное трехполосное шоссе. Такое решение показывает наиболее высокие результаты в городах с высокой, плотной застройкой. Там, где большое количество абонентов, поэтому жители Якутска, пригородов, крупных населенных пунктов, в Нерюнгре, Алдане, Ленске, Олегминске, Вилюйске достаточно ощутили это на себе. То есть в крупных городах, в промышленных центрах, можно сказать, что связь у нас улучшилась. Именно у абонентов Билая. А вот расскажите про увеличение зоны покрытия. Где появились, может быть, новые вышки связи? Ну, как я уже говорил, выше. То есть мы продолжаем строиться. Мы продолжаем, ну, не секрет, наверное, для всех жителей республики Саха, что Билая имеет самое широкое покрытие по количеству населенных пунктов. Соответственно, у нас большое количество эксклюзивно покрытых населенных пунктов. На сегодняшний момент таких около 200. Из них около 80 уже с технологией 4G. И данная работа не прекращается ни на день. Даже вот сейчас, как бы, несмотря на то, что уже установились морозы, мы планируем до конца года еще запустить несколько населенных пунктов, модернизировав их до технологии 4G. Не менее значимая работа была проведена в Якутске и в других крупных населенных городах. Мы, как бы, работаем для закрытия так называемых белых пятен, точечных улучшений, для того, чтобы достичь непрерывного качественного покрытия. Данная работа проведена была масштабно в десятках локаций города Якутска и его пригородах. В Нейрингри, Валдане, в Нанцах, Вилюйске, Верхневилюйске, Валекминске, Ленске, Бердегистях и Хандаге. То есть, кроме этого, мы активно строим и поддерживаем инфраструктуру на различных месторождениях и вахтовых поселках нашей республики, несмотря на их труднодоступность. Таким образом, мы являемся основным оператором на площадках Силы Сибири, Золота, Ныгчана, Саха-нефть. Что касается новых технологий, как будут развиваться далее, получается, вообще в целом компания Билайн, какие, может быть, новые услуги появятся для потребителей? Ну, из нового уже появились. Хотелось бы, наверное, отметить, это такие услуги, как Волки и VoiceOver Wi-Fi, так называемые VoWiFi. Эти услуги, в первую очередь, нацелены на то, чтобы повысить качество голосовой связи. То есть, абонент, если у него поддерживает смартфон данной опции, быстрее дозванивается до своего собеседника. Качество голоса находится на уровне того, как мы с вами разговариваем, находясь поблизости. То есть, эти все расстояния, они как бы не чувствуются. В Волти, например, технология позволяет абоненту одновременно при поступлении звонка и разговоре пользоваться мобильным интернетом. Если раньше многие пользователи замечали, что когда звонок поступает, то интернет обрывается, прекращается скачивание файла, если оно было, еще что-то. А теперь абонент может одновременно и разговаривать, и пользоваться соцсетями, продолжать скачивать файл, раздавать интернет и так далее, без всяких каких-либо проблем. Технология VoiceOver Wi-Fi, так называемая VoWiFi, она признана для того, чтобы абонент оставался на связи, на голосовой связи, даже в местах неустойчивого сотового покрытия по сети. То есть, если там есть возможность зарегистрироваться в сетях Wi-Fi любого провайдера. То есть, это актуально для каких-то цокольных этажей, для подвалов, для помещений, где неустойчивая мобильная связь. А это вот платные технологии, да? Или это все входит в рамки тарифа? Нет, это технология совершенно бесплатная. Необходимо только лишь в своих настройках телефона подключить эти опции. Как подключить, можно найти в том числе на нашем сайте. Никаких плат мы за это не берем. Ну вот, думаю, в завершение также стоит упомянуть, что у абонентов Билайна не расходуется трафик при просмотре программы передачи НВК Саха в официальном приложении. Ну, скажем так, это наша такая фишка, эксклюзивное предложение. Такого предложения нет ни в одном регионе России, чтобы на региональный контент операторами предоставлялся бесплатный трафик. Эта опция называется «Неограниченный трафик на телеканалы в приложении НВК Саха». Таким образом, абонент, подключив данную опцию совершенно бесплатно, без нет платы ни за подключение, ни какой-то ежемесячной платы, не будет расходовать пакет интернета, который предоставляется в его тарифе. Поэтому будет наслаждаться просмотром ваших телепередач, любимых. Ну вот, компания Билайна уже 15 лет на рынке. Как сегодня себя чувствует компания, можно сказать, в конкурентной среде? Достаточно устойчиво. Достаточно устойчиво. И если говорим мы про республику Саха, то мы движемся вперед. То есть у нас не только растет трафик, что в принципе присуща тенденция, у нас растет и количество абонентов. И, как я уже сказал, несмотря на все санкции с поставками оборудования и так далее, развитие наше не прекращалось. И даже я могу сказать, что наоборот стало, наверное, более динамичное. То есть мы за последние два года покрыли свыше 30 малых удаленных населенных пунктов, предоставили им возможность пользоваться современной технологией 4G, которая ранее им была недоступна. Раньше у них была только голосовая связь, теперь она еще есть. И мобильный интернет. Соответственно, помимо общения с близкими по голосу, теперь они общаются и по видео. И им доступны все блага, которые доступны жителям крупных населенных пунктов, где мобильная связь появилась раньше. Ну что ж, Вадим Юрьевич, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем дальнейшей успешной работы. Ну и, конечно же, расширять зону покрытия, чтобы у якутян было больше возможностей общаться с близкими. Спасибо большое. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью, оставайтесь на нашем канале. Спасибо.